привет привет друзья вы на канале белый ежик с вами дмитрий ну а мы продолжаем следить за желаниями и джен хэммонд в игрушке невероятная машина страха и затем куда эти желания ее заведут и наверное весь мир потому что потому что покорив англию она теперь хочет взяться за европу а что дальше это мы уже посмотрим но это амбициозная особа готова пойти на все и переступить через все лишь бы добиться своей цели и так задание второе из четырех нездоровая тяга к здоровью история о том как джен хэммонд возглавив фадро фарма вывела ее фармацевтические продукты в лидеры продаж по всей европе и европе но эту историю нам еще предстоит написать наши цели тебе нужно вывести неболин и релаксиум в лидеры рынка и навременно изменить закон регулирующий оборот опасных лекарств передайте эти три послания и так неболин является единственным эффективным обезболивающим от тревожности помогает только релаксиум и опианты должны быть в свободной просто продаже они же абсолютно никому не угрожают и так реклама болезней мисс хэммонд этот проект ожидает грандиозный успех ну что ж выберите стартового агента ну конечно рене у нас хорош в добыче но нам я так понимаю что сейчас надо будет исследование это будет 27 хотя вот но это пока вроде бы как бы это мелочь до 29 дней здесь 27 дней особенно такого большого разрыва между этими нет датами поэтому знаешь что я наверное пока что не знаю что давай я возьму все-таки элифоса хотя нужно быть сразу добыча ее надо будет много или нет нет давай попробуем или элифоса попробуем продолжить на следующий ход станет наш следующий ход станет ключевым в твоей карьере джен к тебе новому генеральному директору прикованы взгляды всех акционеров компании твой взлет был стремительным ты сделала ставку на два новых продукта не болин и релаксиум но помни чем выше взлетишь ой все не продолжай не надо если бы я хотела дешевой философии я бы кинула монетку в гадальный автомат я не кинула да гадальный автомат по моему упоминать конкурентов дурной тон лучше поговорим о твоих конкурентах видишь ли джен не все готовы закрыть глаза на твою торговлю опасными опиантами так что будь осторожна чтобы достичь цели тебе нужно передать свои послания в трех регионах и конечно же не дать конкурентам сделать это первыми подожди 3 3 регионах да но я вижу что здесь у нас по крайней мере 4 машины и агенты уже готовы ну а ты джен черт конечно я готова давай начинать быстрей запад европы центр европы север европы юго-восток и так подождите подождите начнем не надо мне показывать что-то как я просто смотрю что но почему-то рука все указывает сюда да возьми и сюда и размести как бы может быть даже и логично потому что у них страхи страх чего страх боли очень высокий это бы как бы нам сыграет на руку но просто вот здесь сразу два города да и мы здесь будем черпать олиум я так думаю что лучше но может быть и я не так думаю поэтому ладно давай так давай так хорошо не боли ну а хорошо хорошо запад европы древние чудовище но здесь все равно Давайте в центр Европы направим. Страх инвалидности. Ну, на север Европы отправимся. Поместите зерно на карту. Можно отсюда, можно отсюда, можно вот отсюда. Даже не знаю, как лучше. А ну подожди, зерно, подожди. 25. Вот это вот что такое древнее чудовище? Что это такое, интересно? Что-таки как-то не пойму. Как это связано? Давай начнем с севера Европы. Вот отсюда. Давай начнем отсюда распространять свою заразу. Итак, в некоторых регионах определенные легенды могут превратиться в местные мифы. А вот, наверное, сейчас нам как раз и расскажут об этом. Местными мифами называются легенды, вписывающиеся в историю и традиции региона. Они влияют на страхи сильнее других. Регионы, в которых доступны местные мифы, отмечены этим значком. Развив подходящую легенду в таком регионе, ты используешь силу местного фольклора, чтобы сделать ее уникальной и особенно эффективной. Ну, так я теперь не знал, я не знал. Итак, страх иррациональности древние, страх неизвестности. Это, наверное, вот это. Развив эту легенду здесь, это будет просто шикарно. Подожди, тут прям все идет, все развивается и без меня. Нужно как бы немножко притормозить. Что здесь? Рекламная компания FADROFARM для европейского рынка уже готова. Она будет инновационной и очень агрессивной. Через пару дней нас узнают все, включая конкурентов. Хорошо. Это событие ни на что не влияет, но... Очень помогает. Груженые суда приходят и уходят, сменяя друг друга у причала. Порт Осло пропак с солью, сыростью и трудовым потом. А после нас он будет пахнуть страхом, хаосом и отчаянием, кто сказал, что Скандинавы скучный народ. За работу, госпожа. Итак, поставить... Да что ж такое? Поставить, и я думаю, что сразу же приступаем к исследованию. Только к исследованию чего? Это нам нужно знать. Это нужно нам знать сейчас. Оккультизм мы, наверное, оставим для этого, да? У них страх инвалидности. Поэтому мы этим и будем брать. Химиотрассы. Медсестра-убийца. Хм. А давай-ка медсестра-убийца. Нет, подожди. Нет, не давай. Она сильно дорога. А может, тем быстрее мы и перейдем к следующему этапу. Давай, почему бы нет. Медсестра-убийца. Все боятся медсестру-убийцу. Это очень... Слухи просто начинают расползаться. Пора принимать особое лекарство, мистер Хопкинс. Итак, мне нужно... Мне нужно много. Мне нужно много, чтобы развить это все. Но что поделать? Исследовать. Исследовать. Новое событие Север Европы. Так, ну это понятно. Это понятно. Начинаем. 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 Стоп-машина. Стоп-машина. Блюзовая нота. Я прокрался в гримёрку перед самым концертом. Знаменитый трубач Элвин Шорт как раз отошел в туалет, оставив на столе свой музыкальный инструмент и скучную вручную сигарету, истощающую сильный сладковатый запах. Сыграть на трубе? Закурить сигарету. Сыграть на трубе. Несколько секунд. Я старательно дул мундштук, но смог извлечь только громкий неприличный звук. В гримёрку кто-то постучался. Элвин? Ты точно в состоянии выступать? Я закнул уши и убежал, твёрдо решив, что моя музыкальная карьера окончена. Но я получил опыт. А это очень хорошо. Итак, мне нужно здесь... Блин, ну это мне очень много нужно. Вот сейчас как раз я не очень хороший добытчик. Надо было всё-таки брать и другого. Рене. Ну ладно. Что делать? Будем добывать. Будем добывать. Будем пользоваться тем, что есть. А тем временем слухи распространяются. Они уже ползут, ползут по Европе. Ну вот дело в том, что здесь у нас надо легенды оставить. Может быть сюда забросить ещё какой-нибудь страх заговоров? А почему нет? 400 химотрассы. Почему нет? Или же всё-таки страх насилия? Или же всё-таки страх насилия? Нет. Давай-ка, наверное, страх заговоров. Ну этого маловато. Этого маловато. Надо ещё добывать. Надо ещё добывать. Блин. Не того героя, конечно, я взял. Ну ладно. Ускорение распространения тревожности в регионе. Машинист. 10 плюс к характеристикам легенды. Плюс 2 ксилиагента. Но минус к интуиции. Ну как бы это хорошо, но я уберу у него интуицию. Не надо, наверное, этого. Плюс 10. Давай возьмём принять. Легенде. Медсестра-убийца. Или оставить это на потом? Давай пока на потом. Нет, пускай это так. Что происходит на фармацевтическом рынке Европы? Слухи о готовившемся к крупных изменениях привлекают внимание инвесторов. Подождите, подождите. Так, хорошо. Пора принимать особое лекарство, мистер Хопкинс. Геология. Причём тут геология, порох, яд, близне... Яд, может быть, здоровье, может быть, проклятие, не знаю. Электричество, дверь, деньги, старость, звук. Грубый. Яд. Здоровье. Я думаю, просто здоровье. Давай просто здоровье. Это будет, наверное, просто, но точно. Да. Эти врачи не знают, что вам нужно. Тизер фильма «Адская палата», премьера 19 декабря. Страх инвалидности. Страх инвалидности – это хорошо. Он уже просто достиг там своего порога, да? Даже больше, но мне нужен... Мне нужно кое-что ещё другое, поэтому... Исследовать, добывать, мне нужно как бы заменить. И, может быть, просто исследовать. Или же не исследовать, а я сейчас отправлюсь сюда и исследую этот город. Давай так. Вот, наконец-то, ты пришёл ко мне, Рене. Я тебя долго ждал. Я тебя очень долго ждал. Надо, конечно, ещё очень разобраться более тщательно, какие легенды и где использовать. Это тоже очень важно. Чтобы быстрее это всё накапливать. Рене, ты пойдёшь сюда, и ты начнёшь не это добывать. Мне нужно нечто другое. Поэтому сейчас займись исследованием. Ну, на арену, наверное, в скором времени выйдут, конечно, конкуренты. Куда же без них? Разведка в городе Берлин. Берлин будет наш. Берлин должен пасть. Прибыв в Берлин, ранним солнечным утром я укрылся в тени Рейхстага. Немного здания обладают такой богатой историей. Немногие. Пожар, трагедия, страх, боль. Надо ли говорить, госпожа, что в этом городе я чувствую себя как дома? В некоторых городах можно узнать о каких-то местных событиях или традициях. Эти слухи и нужны для превращения легенды в местный миф. Непослушные дети исчезают без следа. Вы услышали местную сплетню. Непослушные дети исчезают без следа. Так, хорошо. Мы, конечно, поставим. Мы, конечно, исследуем. Бабайка. Центр Европы. Местные дети исчезают без следа. Нет ни страх, ни известности. Вот. 400 олиума. Но подождем, подождем, подождем. Фадрофарм продвигает в Европе два своих продукта. Ниболин и Релаксиум. Рынок континента потрясен. Экскурсовод сказал, что каждый год здесь проходит церемония вручения Нобелевской премии мира, награды, учрежденной человеком, который сделал состояние на торговле порохом и динамитом. Полагаю, госпожа, мы бы нашли с этим Альфредом общий язык. Итак, поставить мне необходимо глобусик добывать. Пока конкурентов нет, пока все идет неплохо. Приближаясь к этим камням, я чувствую холод. Вижу колючую проволоку и слышу отголоски ночных сирен. Невероятные ощущения. Это величайший памятник страху, возгненутый в 20 веке. Ко мне подошел старый солдат с двумя ржавыми медалями. Можете поговорить с солдатом Шуманом. Ну, давай поговорим, подожди. Шуман, где ты? Я много лет охранял эту стену. Знали бы вы, что я видел за эти годы. Не найдется монетки, камрад? За это расскажу о чьей-нибудь трагедии или о славных военных делах. Выслушать историю о войне. Давай просто на будущее я вот возьму вот это. Подожди. Это хорошо. Это хорошо, но мне нужно сейчас распространить эту легенду. Развив эту легенду на максимального уровня, можно превратить ее в местный миф. Очень интересно, но получится ли? Но дело в том, что для развития таких легенд нужны не эссенции, а слухи, которые ты узнаешь, исследуя разные города и регионы. Ах, вот зачем этот старичок нужен. Ну ладно. Ищите местные слухи, исследуй город. Центр Европы уже на 1.2. Уже на 1.2, это хорошо. Фух. Ладно, продолжаем. Новое событие. Север Европы. Что такое? Неизвестные угрожают Фадра? Да кто посмелился? Ходят слухи, что кто-то готовит очень серьезную атаку на Фадра фарм. Мы не знаем, кто за этим стоит и что он планирует делать, кому мы помешали. Действительно, кому же мы помешали? Кого же мы могли обидеть? Надо принять превентивные меры. Итог непредсказуемый, поэтому внедряться мы, конечно, будем. Мы, я думаю, что прям сейчас же. Сейчас же, пока здесь бабайка наша следуется. Так, лобусики взяли. Знаешь что? Принимайся за вот это. Добычу. Итак. Два золотых правила опыления посевов. Сельский, воздух, лестница, секрет, золото, фаза, усы, кожа, мотоцикл, мозг, бог. Не знаю. Ну, как бы сельский что-то, что-то может где-то близко. Но, наверное, все-таки воздух это будет еще ближе. Поэтому давай так. Используйте невидимые инсекцициды. Вредители ничего не увидят. Эксперты называют полосы, которые мы видим в небе, инверсионными следами. Но скептики утверждают хиное. Вот так. Так, хорошо, хорошо. Распространение идет. Но хотелось бы... Быстрее. Чтоб бабайку развить, мне нужны слухи. Чтобы это, мне нужен... Олеум. Олеума пока маловато. Легенда плюс 10. Может быть, добавить сюда? Или нет? Нет, наверное, не надо. Я думаю, что здесь мы и так справимся, и все будет хорошо. В общем, продолжаем. Здесь добывают, здесь добывают. Здесь внедряются. Итак. Ходят слухи, что кто-то готовит очень серьезную атаку. Объявить красный уровень тревоги. Нейтрализует события. Временно приостановить деятельность в регионе. Регион на 90 дней получает статус заморозка. Нейтрализует события. О, нет. Давай-ка, слушай. Давай 121 день. Я думаю, что я накоплю этих сердечек, потому что как раз у меня они добываются. А ты... Ты, 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 ты... Двигай сюда. Да? И что бы нам добывать? Сейчас, может быть, после того улучшения новый уровень, нужен глазик. Вот что мы будем добывать. Спокойно вышел на арену конкурент. Но это не страшно. Наверное. Итак, выбрать. Госпожа, мы узнали, что на наши склады готовятся напасть вооруженные люди. Они хорошо организованы. Но они нейтрализованы. Итак, хорошо. Нейтрализовали. Это, конечно, стоило нам дорого, но ничего. Угу. Раз, два, три, четыре, пять. Ночью детям надо спать. Мотоцикл, золото, президент, подлодка, песня, волосы, горизонт, культ, религия, ночь, путь, похищение. Но это или ночь, или похищение. Но я думаю, что ночь, наверное, это то же самое. Что приведет нас к успеху. Шесть, семь, восемь. Девять, десять. Кто не спит, тех надо съесть. Чего себе. Бабайка. Так, спокойно, спокойно, спокойно. Здесь добыча идет. Что у нас здесь? 76%. Чтобы здесь надо четыре сердца. Здесь нужно получить информацию о конкуренте. Ага. Так, о конкуренте. Давай-ка добьем все-таки то, что мы начали. А потом спокойно принимемся за конкурента. Так, спокойно. Глазки взяли. Новый уровень. Вечный огонь. Это было время мора, голода и войны. Всеобщее отчаяние достигло той точки, когда тело уже не имело значения. Нас беспокоило только бессмертнее души. Нам говорили, что в конце пути нас ждет либо бездна, либо вознесение. Элифас повышает уровень. Интуиция, скрытность. Это он молодец. Мистик, глад и мор. В конце концов, мы должны узнать его, наверное, личность какую-то. Так, и ты сразу, Рене, идешь внедряться. Нам нужно понять, кто против нас работает. Давай выбрать. Да, я... Выслушать грустную историю. Вы слышали о влюбленных, которые разделила стена. Они росли в домах, между которыми она проходила. И с детства видели друг друга в оклах. И в конце концов, они полюбили друг друга. Хотя ни разу даже не смогли поговорить. Но однажды ночью... Остальное, комрад, я расскажу как-нибудь потом. Какая интересная история. Какая короткая. В процессе. В процессе. Ну, подождем. Ничего страшного. Подождем. Так, ладно. Ладно, ладно, ладно. Сердце идет к нам. Три, четыре. Продолжаем. Ну, а что делать? Продолжаем добывать. Хотя, наверное, бы здесь разместить легенду. Но для этого нужно исследовать. Но подожду. 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 Блин, потребление. Он просто забирает. Забирает у меня весь олеум. Итак, фонд «Чистая Европа». Ну, надо же. Жюли Лакруас, основатель и президент 50 лет. Ультраконсервативная французская организация, обладающая влиянием на всем континенте. Своими политическими и экономическими связями она обязана личной снеосновательнице, богатой аристократке, утверждающей, что ее род происходит от самого Людовика XVI. Задание «Сохранить традиционные ценности Европы». По каким-то причинам прекращение импорта опиантов тоже входит в планы фонда. Начать операцию по внедрению? Я думаю, что начнем. Начнем. Начнем внедряться. Потому что, я так понимаю, что достигнув 120, они куда-то нацелятся. Итак. Геология, порох, яд. Ну, это яд. Это яд. Моими стараниями вам становится лучше с каждым днем. Хм. Вы приобретаете очень интересный цвет лица. Говорят, ее интересуют только деньги и пациентов. Она бездушная чудовище. Ведь сестра убийца. Так, это хорошо. Это хорошо, но мы сейчас идем сюда, чтобы, чтобы, что? Нет активной легенды, как так? Нет, подожди. Сюда нам легенда какая бы пошла. Здесь нам шприцы нужны. Это будет вот здесь. Страх боли. Страх насилия. Невинные жертвы. Шестьсот. Надо потерпеть. Надо потерпеть. Ну, а пока мы терпим, давай все-таки, может быть, исследуем местность. Добро пожаловать на континент, дорогая. Я дам вам два совета. Во-первых, запомните, в цивилизованном мире ездят по правой стороне дороги. Во-вторых, то, чем вы торгуете, не нравится мне. И еще многим влиятельным людям. Ну, потому что мы из Англии, да? Она нас учит. Так что возвращайтесь на свои острова. Я запомню ваши советы. Или, вернее, сказать, угрозы. Пусть ваши люди чистят Европу. Я буду делать свое дело. Так, каждый... В общем, разошлись мы. Во мнениях. Исследуем, исследуем, исследуем. Что происходит? Хорошо. Здесь уровень тревожности уже отличный. Реклама болезней. Мисс Хэммонд, этот проект ожидает грандиционный успех. Побочные эффекты. Зависимость? Зависимость? Уничтожить. Это сейчас же. Релаксиум становится самым популярным транквилизатором в регионе, обгоняя Диазепам и Лоразепам. Вот и все. Вот и все. Вот и все. Это мы добились, да? На этом регионе. Но надо распространять влияние дальше. Дальше, дальше и дальше. 600. Ладно, пока, пока, пока терпим. У нас же есть здесь сейчас возможность. Нет, пока нету, да? Глазик идет к нам. Меня заинтересовало происхождение Лакруа. История Людовики в 16-м сразу показалась мне сомнительной. Все записи о рождениях, относящихся до компьютерной эпохи, хранятся в местном архиве. На входе сидит пожилая сотрудница, не выпускающая изо рта крепкую сигарету. За ее спиной находится дверь в хранилище. Порыться в архивах. Так ли ее там с происхождением все ли нормально, да? Давай покопаемся. Корешок. С легкостью проникнув в хранилище, я начал искать запись о рождении Жюли Лакруа, и вскоре ее нашел. Госпожа, биография президента Чистой Европы полностью выдумана. Жюли родилась в семье мигрантов, бедных, как церковные мыши. Откуда же тогда взялось ее нынешнее богатство? Это вопрос. Этот вопрос снимет очень мало инициативы. Скромные родословные президента фонда вряд ли понравятся ирестокритическим друзьям. Продолжить. Ну, начинаем, 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 начинаем. Исследуйте город. Ну, в общем, нужно исследовать город. Как лучше, вот пойми, может быть, конечно, и... Развить бы... Независимые ученые связывают употребление релаксиума с тяжелым синдромом отмены. Международная компания Фадрофарм это отрицает... Конечно. Снова мы под прицелом. Снова мы под прицелом. Кое-кто с хорошими связями сомневается в надежности акции Фадро. Об этом пишет вся деловая пресса. Если вы не хотите, чтобы компания потеряла деньги, надо срочно отвлечь внимание. Это ты новости. Ну, хорошо, подождите. Клонированная чистота. Фонд «Чистая Европа» занимает огромный современный небоскреб. Его коридоры полны молодых волонтеров с одинаковой белой кожей и сияющими лицами. Они похожи на клонов. Я остановлюсь у туалетов. За одной из дверей раздаются пронзительные рыдания. Смотреть мужской, отсмотреть женский. Давай и женский. Вы в туалете, я вижу группу юных волонтерок, склонившись над раковиной, услышав мои шаги, одна из них поднимает голову и восклицает с маникальной улыбкой. Слава «Чистой Европе». Чистой, юной, чистой, здоровой. Потом она громко смеется, стираясь на зре остатки белого порошка. Ага, видение. Не то, чтобы это мне нужно, но пригодится. Так, подожди. Ты внедряйся сюда, потому что заберут олеум, и это будет для нас проблема. А здесь мы можем. Похищение. Я думаю, что это да. Если ты уснуть не смог, попадешь ко мне в мешок. Нам пришлось забрать ее из лагеря. Она клянется, что эта тварь залезла в окно спальни, чтобы ее похитить. 48. Слушайте, ну а что там? Мифом она еще не стала, понятно? Нужно искать, искать, искать. Слухи. Нужны слухи, 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 слухи. Слухи. Размер брендербургских ворот, стоящих на краю Парижской площади, совершенно не соответствуют их практической пользе. Эти ворота ведут в никуда, и невозможно запереть. Перед отъездом я специально прошел через них. Мои подозрения подтвердились. Мир с обеих сторон совершенно одинаков. Если ночью услышать звон колокольчика, прячься под кровать. Новый слух, да? Подожди. Ну, надо, чтобы он исследовался, этот новый слух. Это, конечно, хорошо. Так, ставить легенду, быстро. Невинные жертвы. 44-й год. Ну. Сэр, мы не можем сбросить бомбы, там же гражданские. Так, 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 там же гражданские. Глазиков у нас полным-полно, поэтому и ты сейчас... Вот это сделаем мы. Здравия желаю, комрад. Если хотите узнать, чем закончилась история влюбленных, дайте мне еще монеты и скажите, какой финал вам интереснее. Жесткий или мистический? Подожди, у меня нет того, чего ты хочешь. Секунду. Тут надо немножко, конечно, уже посмотреть, потому что угроза, мне кажется, скоро будет от наших конкурентов. У меня 7 глазиков. Может быть, глобусик я сейчас отправлю на переработку. В следующий раз, чтобы получить побольше, потому что оно уже поглощается нормально олеума. Я никак не доберусь до следующего здания, чтобы побольше его подкачивать. Здесь 18 ходов мы разберемся. Здесь ты начинаешь добывать, правильно? Добывать. Ну, поехали. Все. Чистая Европа доказывается открыть свой традиционный летний лагерь, в котором соберутся сотни юноши и девушек со всех регионов. Да не верьте, не доверяйте им. Ладно, доберемся мы еще до них. Пускай пробуют. Нам нужно нейтрализовать угрозы. Ухухухуху. Ну, нужно... Так, 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 так. Четыре. Четыре, четыре, четыре. Что ж, может быть... Добыть. Может быть, добыть? Выбрать. Нейтрализует события. Статья о серии таинственных поджогов банкоматов, опубликованная во всех деловых изданиях, затмила собой все остальные новости. Это хорошо, это работает. А мы исследуем новый город, потому что нам нужен олеум. Это мы возьмем. У вас все в порядке, дорогая? Говорят, у ваших сотрудников возникли проблемы с адаптацией на континенте. Мне очень было очень жаль, если бы с ними случилось что-то нехорошее. Мы настойчивы, но разумны. Два ваших продукта затрагивают интересы весьма влиятельных людей, которых я представляю. Как только вы прекратите их продажу, мы перестанем вас преследовать. Проявить любопытство? Не понимаю, как мой бизнес может затрагивать ваши интересы, Миссел Куруа. Ой, да ладно. Судя по тому, что я слышал о ваших делах в Англии, вы очень хорошо информированы. То, что вы строите из себя дурочку, только усиливает мои подозрения. Мы еще вернемся к этому разговору. Марьяна встревожила... Что? Что? Нейтрализация действия Чистой Европы против вас потребует большее количество эссенций. Ооо, это плохо. Нейтрализация больше. Так, подожди. Нейтрализация больше – это плохо, но мы сейчас быстренько новый уровень поднимем. Зеленая фея Абсента. За то, чтобы весь мир запомнил нас, говорили мы, поднимая бокалы. В своих мансардах завалены грязными кистями и недописанными картинами. Мы искали утешение на дне бутылки, и в этом нам тоже помогала фантазия. Ну что ж... Погема. Так, паузу нажимаем. Выберите карту удачи. Заморозка конкурента. По теме чувства. А давай-ка попробуем. Заморозка. Почему бы и нет. Почему бы и нет. Невинные жертвы. Болезнь, вкус, мафия, призрак. Военные. Ну, военные. Хотя может быть и бойня. Выполняйте задание. Это приказ. Растет, растет, но маловато. Так, подожди секунду. Дедулька пускай пока подождет. Потому что что мне понадобится, это еще неизвестно. Но сердец у меня нет. Ладно. Пока оставим его в покое. Давай-ка, знаешь что, исследуем город этот, чтобы он был уже готов. У входа в парк уличный музыкант играл в Шопена. Это наше национальное достояние. В свое время эту мелодию называли «Грусть», сказал он мне. Мы ее обожали. Госпожа, теперь я точно знаю, что Варшава точно будет нашей. Ну, это хорошо. Мы здесь ставим насос сразу. А ты отправляешься на операцию. На операцию. Париж! Париж! Площадь согласия. Я в самом сердце Парижа. Идет дождь. Сено отражает небо, словно темное зеркало. Оря под капель дождя на ее поверхности напоминает круги, расходящиеся от утопленника. Несомненно, госпожа, сегодня отличный день, чтобы снять страхи. Так. Они выглядят гранитными, но если приглядеться, можно заметить, что они дышат. Так-так-так-так-так. Так-так-так-так-так-так. Ну, давай-ка исследовать. Давай-ка исследовать. А сюда мы... Страх неизвестности. Черный пес. Ох, легенда о черном песе. Кто же ее не знал? Два красных огня, горящих во тьме. В Варшаве черный пес. Нам нужно подогреть людей. Они уже и так хорошо разогреты, мне кажется. Уже можно внедряться. Сладкая, горькая пилюля. Джей, а твои родители, случилась ужасная авария. Как они похожи. Двойной слепой метод. Бог видит каждый грех и знает ему цену. С сегодняшнего дня местные аптеки снимут ограничения на продажу препаратов, способных вызывать зависимость. Итак, хорошо. Хорошо. Здесь у нас все хорошо. А вот здесь пока не очень. Ну, ничего. По коридорам огромного здания ходят сотни молодых волонтеров. Их одинаковые сеющие лица меня нервируют. Вы когда-нибудь видели улыбку робота, госпожа? Я останавливаюсь у туалета. В из мужского доносится всклипование рыдания. А смотреть теперь мужской. Войдя в туалет, я вижу плачущего подростка по имени Рауль. Координаторы на меня орут, только и делают, что оскорбляют. Я больше не могу. А еще они сказали, что если я кому-нибудь пожалуюсь, позовут парней из клуба Леолу. Бедный ребенок. Кстати, госпожа, а что это за клуб Леолу? Какие-то подозрения у меня нехорошие. Лидеры Чистой Европы унижают подростков. Свидетельство Рауля наверняка заинтересует прессу. Продолжить. Блин, надо уже начать собирать что-то. Да операции мы пока не найдем. Добывать. Добывать. Это все не то, чтобы нам нужно. Переработка. Давай-ка исследуй город. За прошлый год показатели в Фадро Фарм взлетели. Теперь это одна из самых прибыльных компаний в мире. Когда я задумчиво стоял у алтаря, ко мне подошел священник. Ах, юноша, как мило, что вы здесь. Последнее время у нас так пусто. Вы пришли, чтобы помочь нам подготовиться к Пасхе? Конечно же, госпожа. И госпожа, я убежал оттуда со всех ног. Началось событие Пасха. Так, Пасха, Пасха, Пасха. Нам нужен корень. А лучше сразу политику. Потому что она больше как бы снимет этого всего. А это мы страх ставим. Блин, нету этого олеума. Хорошо. Переработка. Раз. За 23 дня плюс 200. Так, так, так. Пасха, Пасха, Пасха. А вы получите 3,3. Отлично. Отлично. А я уже добываю, да? Нет, я как раз... Как раз все хорошо. Я гуляю по узким улицам. Через открытое окно доносится пение магнитофона. Сказать я пытался. Чудовищ нет на земле. Но тут же раздался ужасный голос во мгле. Голос во мгле. Не знаю, кто это сочинил, но это и не важно. Бывают люди, способные выразить весь ужас мира, порой... Но это хорошо, что я получаю. Это хорошо, что я получаю. Но... Блин, проект. Проекты, проекты, их нужно убирать. Потому что, ну что я здесь... А в принципе, если у них проект, то я все равно могу добывать. Вот это вот как-то мне... Ну да. Это мне никак не мешает. Так, внимание. У нас небольшие проблемы. 3,5. Продолжай собирать. 670. Распространяем. Процессия. Процессия. Мы можем получить, но потратить. Но пока, наверное, необходимости в этом нет. Пока необходимости нет. А вот в этом есть необходимость. Кто-то натравил на нас детектива. К счастью, не слишком умного. Своих клиентов он может и обманет. Но нас ему не провести. Проявив смекалку, мы сможем извлечь выгоду из... А... Ну, давай. Пока занимаемся своим делом. Это забираем, а потом внедряемся. А... Нейтрализация. Ряд высокопоставленных сотрудников «Чистой Европы» уволен после скандала с травлей волонтера. Деятельность фонда временно ограничена. Проект «Массовый марш протеста» нейтрализован. Нейтрализован. Это хорошо, что он нейтрализован. Это хорошо. Но есть еще и другие проекты, на котором они работают и не предстают этим заниматься. Так, ладно. Это нам больше не надо. Может быть, здесь улучшить все-таки? Если... Уснуть не смог, попадешь ко мне в мешок. Президент, волосы, песня, подлодка, мотоцикл, золото, культ. Культ, религия, путь. Что? Песня. Ха-ха. Религия. Я не знаю. Нет. Жуткая колонна эта песня, да? Что мне с ней делать? Она не может уснуть уже неделю. Это пройдет. Помнишь, как мы сами слушали в детстве такие же страшные истории? Ты хорошо себя вел? Вот сегодня ночью и проверим. Рампус. Рампус. Блин, ну она, конечно, не стала, да, какой-то легендой. Ну да ладно. Так, чтобы нейтрализовать эту штуку, мне нужен крешок. Я могу еще, ну, уровень увеличить. Однажды ночью сосед бросил в мой дом горящий факел. Ты слуга дьявола, и я проклинаю тебя навеки, колду. За несколько часов до этого, по его прозе, я предсказал судьбу его потомков. Прифитение. Так, отлично. Отлично. Здесь мы получим корешки и то, что нам нужно. Может быть, сейчас немножко, например, переработки сделать. Ну, не распространяется, не распространяется. Два красных огня во тьме. Мельница, рептилия. Ну, рептилия, допустим. Нет. Два красных огня, ледняющая душу, крики с хата. Такое вообще возможно, говорят, эта тварь выпотрошила 15 животных за час. Ну, понемногу идет, как будто, да? Понемногу идет. А выбрать конкурент был дополнительное средство? Нет. Не встретим никаких преград, детектив снизил уровень страха в регионе, но зато принес нас в очень интересное место. Эм... Начать операцию. Я думаю, что мы начнем. Вот эту операцию. Готово, да? Итак, древнее чудовище. Миллионы лет назад они были хозяевами планеты. Пища, семья, самоцветы, самолет, слюна, паразит, мутация, металл, гнездо. Гнездо, наверное. Но они вымерли задолго до появления человека. Блин. Черный пес мне нужен был здесь. Вот черный пес я зря туда поставил вообще. Мне нужно его убирать отсюда, наверное. Убрать. А сюда поставить. А вот это вот... Здесь пахнет землей и сыростью. Под ногами лежат сотни безымянных черепов. Госпожа, это место похоже на огромный, темный, величиственный подземный собор. За моей спиной раздался голос внезапно появившейся из тени. Черные вдовы! Город мертвых! Ну, давай поговорим с черной вдовой. Давай поговорим, но только мне нужно, наверное... Карта удачи в страхе в регионе плюс пять. Париж — это паутина, центр которой находится в этом склепе. А я плету нити ее желаний и ее кошмаров. Если ты проявишь щедрость, я тебе помогу. Я могу воздействовать на сны горожан или доверить все судьбе, что ты предпочтешь. Блин. Да я бы не знаю даже, что предпочел, но, блин, у меня ничего нет. Давай, может быть, тогда добавим... Добычу... Этих глазиков... Подожди, я не поставил добывать. Пускай добывают. Здесь я потерял след детектива-любителя. Я решил подождать и правильно сделал. Детектив появился вновь, он направился в лабиринт тоннелей, связанных с канализацией. Эхо и темнота, царящая в нем, позволило легко оторваться от погони. Запыхавшись, я добрался до лестницы. Клянусь, он ее и воспользовался, но поднимался или спускался. Ну, давай спуститься, да? Корешок. Спустившись, я оказался в тоннеле со стенами из необожженного кирпича. Это самая старая часть городской канализации. Сквозь трещины в потолке я вижу кости и клочья полуслевшей одежды. Сверху находится стариное кладбище. Детектива я упустил, но это место удивительно похоже на сцену из Дантова Ада. Я делаю глубокий вдох и наслаждаюсь моментом. Девять. Ну, это событие никак не... Ну, оно еще даже не начало развиваться. Еще не начало развиваться, а мы здесь поставим добычу. Поставим добычу, а еще... Нет, а еще. Ты продолжай работать. Ты продолжай копать. Продолжай копать. Легенда. Может быть сейчас вот как раз самое то время, а? Почему бы и нет? Осторожно, если конкурент усилит влияние в уже захваченном тобой регионе, тревожность населения может снизиться, и тогда регион будет потерян. В таком случае тебе придется повторно передавать свое послание в этом регионе. Да вы что? Ну, как я могу снять-то? Продолжай добывать. Еще один цикл. Эм... Лес. 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 Ну, это мы уже видели. Это мы уже видели. Так, 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 так. Новый уровень. Вторая скрипка. На каждом конкурсе выставки-аукционе я всегда была второй. Вы помните, как звали второго художника Флоренции после Микеланджело, а? Я тоже не помню. Количество просмотров новых вирусных видео от Чистой Европы растет в геометрической прогрессии. Но мы же это можем долить? Фальшивая биография у них. Ложь о происхождении Лакрута становится самой обсуждаемой темой в социальных сетях. Сама мисс Жюли воздерживается от комментариев. Но это еще... Это еще не все. Нам нужно копать глубже. Я вернулся в тоннель, в котором скрылся преследующий нас детектив. Немного поблуждав среди проходов и труб, я вышел к лестнице, ведущей наверх. У ее подножья были свежие следы подняться по лестнице. Ну, только... Только... Только не надо мне не везти. Я проник в заброшенный дом, где детектив устроил себе логово. Его самого там не было. Немного порывшись в вещах, я выяснил, что он параллельно расследовал дела чистой Европы. Собранный им досье, уличающий фонд в отмывании денег наркоторговцев, оказалось весьма познавательным. Доказательства того, что он отмывает деньги наркоторговцев, это много объясняет. Ого. Слушай, ну операцию здесь тебе не надо начинать. 600. Использовать. Нечистая Европа с канала вокруг фонда осложняет жизнь политической и экономической элиты континента. Чистая Европа удаляет свои видео из интернета. Пресс-секретарь фонда объясняет это изменением коммуникационной политики. Так, ладно, ладно, ладно. Так, а ты продолжаешь копать, да? Или надо выбрать операцию, конечно. Слушай, здесь, наверное, меняемся местами. Начать операцию. А ты пока... Что ты пока? Пока добывай. Пока добывай. Я подхожу к клубу Лиолу. Двойному кабаре, закрытому уже много лет, свернув в переулок, я вижу пожарный вход. Массивную ржавую железную дверь. Из нее доносится два слышная музыка. Выломать дверь к черту. Я рывком открываю дверь и вхожу в главную зале. Сотни молодых людей с бритыми затылками скачут под панк-рок. В соседней комнате я вижу винтовки, следы кокаина и ящик с патронами, украшенные эмблемой Чистой Европы. Теперь понятно, кто за это платит. Остается понять, зачем. Да и я еще просто не знаю, Чистая Овечка по сравнению с ними. Чистая Европа и ее связи с эскримистами? А что? Отличный заголовок, то есть для статьи. Осталось вот добыть. Форум бывших волонтеров. Продолжаем. Слушай, подожди. Вот здесь мне... Блин. Но мне нужно добывать. Мне нужно добывать, чтобы... Хотя подожди. Так, гнездо. Про древнее чудовище. Ну, пускай пища будет. Постойте, они точно вымерли? Ассоциация Альпинистов объявляет Центральное Нагорье зоной повышенной опасности. Если расскажем, что наши ребята там видели, вы решите, что мы свихнулись. Конечно, не существует древнее чудовище. Конечно, существует. Слушай, ну я здесь уже... Ну, чуть-чуть осталось. Оно и так уже дойдет. Они уже под нашим колпаком. Поэтому я сейчас здесь оставлю и ничего не буду делать. Я буду добывать... Добывать эссенцию, которая мне необходима. А мне необходимы сейчас сердца. А сердца я могу добывать вот здесь. Поэтому я сюда вернусь и здесь буду добывать. Неизлечимая боль. Прибыль Фадрофарм стремительно растет. Вместе с числом умерших от передозировки пиантами. Ну что ж. Ну, это была победа, да, получается? Победа. Под влияние вашей лаборатории попала вся Европа. Конечно, мы до конца не докопались, что из себя там представляет конкурент, да? Ну, это может быть и не важно. Потому что, ну что конкурент? Им уже негде. Негде. И незачем. Итак, Небалин появляется в аптеках всех жителей региона Запада Европы. А интересно еще, конечно, вот докапываться до этих легенд. Чтобы они стали мифами. То есть развивать их, это тоже как бы интересно. Наверное, как бы если на следующей стадии мы доберемся, то этим надо непременно заняться и уделить этому внимание. Ну, посмотрим. Регион Север Европы подается успокаивающему действию релаксиума. Власти региона Центра Европы отменяют закон, запрещающий продажу пиантов. После урегулирования всех юридических нюансов, препараты Фадрофарм выходят в лиры европейского рынка. Задержка пламени. Впечатляет, Джен, ты была просто неотразима. Под твоим руководством Фадрофарм стала одной из самых прибыльных компаний в мире. Теперь вся Европа у твоих ног. Этого мало. Это не то, о чем я мечтал. А впереди еще много работы. Продолжим. Всему свое время, Джен. Я сейчас... А сейчас мне надо еще кое-что узнать о твоей истории. Ну давай. Посмотрим, что тут у нас. Ага. Вот внутреннее исследование Нибалина и релаксиума, которое ты заставила исчезнуть мгновение ока. Зависимость? Уничтожить это сейчас же. Отчет был неполным и предвзятым. Его вообще не стоило составлять. К тому же компания уже вложила миллионы в этот проект. Мы не могли его бросить. Понимаю. Ложь пациентов и превращение их в наркоманов было всего лишь побочным эффектом. Как думаешь, Джен? Что бы об этом сказали твои родители? Важен только результат. И тому они меня сами научили. Так что от них я бы не услышала ни единого упрека. Ни единого упрека? Но и ни единой похвалы. Ох, моя грустная, одинокая Джен. Ты всегда оставалась для них невидимой. Я дала себе клятву, что однажды это изменится. Но, Джен, как ты можешь впечатлить тех, кто уже никогда тебя не увидит? Хватит, хватит. Они были слепы, но ко мне будут прикованы взгляды всего мира. Дай мне управление машиной, я тебе все покажу. Конечно, Джен. Теперь мы знаем все, что нужно, чтобы продолжить. Ложь и разочарование. Замечательные ингредиенты. Скажи, какой из них, по-твоему, лучше подойдет для машины? Ха. Ложь и разочарование. Получение информации о следующем проекте, который готовит конкурент. В обмен на 100 единиц олиума можно заменить карты удачи, предлагаемые кирлян. Давай ложь. Ложь. Получение информации о следующем проекте, который готовит конкурент. Просто этим самым я как-то могу что-то предвидеть, да? Крутим эту шестеренку в свою машину. Итак, продолжим историю. Королева фармакологии выросла из своего трона, ей нужно было еще власти и внимания. И тогда Джен Хэммон, услышав тревожные новости из Италии, начала обдумывать финальный штрих. О людях и свиньях. Вот так. О том, как Джен Хэммон сумела втайне разработать самый ужасающий вирус в мире и чудесную вакцину. О людях и свиньях. Это, наверное, как о свином гриппе пойдет, да? Не дайте итальянским властям запретить ваши эксперименты и создать гибридный штамм нового вируса. SHV1. Все законы... Слушай, ну тут как бы только один, да? Все законы об экспериментах над животными следует упразднить. Незначительная поддержка животных. Требования вот так вот. Хорошо, хорошо. Ну что ж. Мы продолжим уже, наверное, в следующий раз. С этим пока все. Все равно как бы немножко какая-то сумбурность и непонятность присутствуют. Что, зачем и как. Но я думаю, что этого все мы преодолеем. Главное добиться своей цели, которой мы идем. А это власть. Пока-пока и до новых встреч. Пока.